Очень долго вы меня об этом просили, я откладывал, но я сдаюсь. Всем бобра, дорогие друзья, и недавно закончилась Гравипадова. Ну как недавно, месяц назад. Да, я говорю про мультяшку Gravity Falls. Кому-то она нравится, кому-то нет, но лично я посмотрел её с удовольствием. И вот, недавно я нашёл очень интересную информацию. Ссылочка в описании, если кому интересно, а я решил её дополнить и рассказать вам. Ну а также вернуться к теме, которую я давно хотел начать, топы. Итак, сегодня у нас топ-5 загадок, которые мы, возможно, никогда не узнаем о Gravity Falls. Хотя, маленький шанс всё же есть, но я об этом потом расскажу. Итак, пятое место. Что с золотом? Билл Сайфер постоянно говорил, типа, собирай золото, собирай золото, на кой? Вначале, пусть он сам скажет. Реальность иллюзия, вселенная голограмма, покупай золото пока. Что? Я имею в виду, да, он хочет замутить апокалипсис для всего мира. Ладно, это добротная идея, наверное, я бы не хотел, но всё же. Но зачем там золото? Есть одно предположение, что золото будет наиболее хорошим методом обмена во времена после апокалипсиса. Но зачем ему об этом тогда говорить? В чём смысл? Ведь он как бы злодей. Зачем ему давать советы? К примеру, в Фэллауте обменивались крышечками и горе не знали. Почему именно золото? Возможно, что в золоте есть что-то особенное, что по какой-то причине будет полезно. Но мы так и не узнаем почему. Причём полезно именно во время Билл Сайферовского Страна Апокалипсиса. Хотя, если заглянуть в труды алхимиков нашего мира, то они часто говорили, что золото это некий особый такой элемент. Но алхимики много чего говорили. Да, привет гомункулам. Ладно, к следующему. Четвёртый вопрос. Какое же настоящее имя у главного героя Диппера? Да, мы знаем, что его имя происходит от его знака родового пятна на лбу. Но какое у него было имя от рождения? Ведь мама его как-то назвала. Она же не назвала его новый ребёнок один. И причём даже Мэйбл никак его не называла. Мы банально не знаем, как его зовут. Но на твиттере Джеффри Роул, сценарист этого мультика, написал однажды, что его имя Алмоник. Как Доминик, только Алмоник. Вот поэтому он решил сменить себе имя на Диппера. Но, ме, есть некоторые сомнения в этом. К примеру, иначе его бы хоть кто-нибудь, хоть когда-нибудь назвал в мультике так. Я считаю, что Джеффри Роул решил просто посмеяться над этим. И это не несёт. Но, может быть, это и не так. В любом случае, наверняка мы, похоже, никогда не узнаем. Третье место. Кто вот этот ребёнок? Да, это какой-то младенец, но кто он? В это время нам показывают семью Стэна. Причём Стэн младший и Стэн старший оба уже достаточно взрослые. Но кто этот младенец? Он никак не был показан в истории. Ведь получается, что у знаменитых Стэнов есть ещё один брат, который никак и никогда не был показан. Какого хрена? И где он? Неужели они просто забыли про него? Это просто грустно. Ведь он может плакать где-нибудь. Забавно, что мы знаем теперь, как закончился Гравити Фоус. И там нет ни одного упоминания об этом ребёнке. Может быть, эта мать просто взяла рандомного ребёнка и решила подержать его на руках, а они никак не относятся к Стэну и Форду? Ага. Может быть, это единственный вариант, который я вижу. Ну или авторы подрисовали этого ребёнка просто так, или она работала нянькой. Точно мы никак не узнаем. Поэтому это нерешённая загадка. Второе место у нас... У-у-у-у. НЛО. Да, НЛО, которое появилось в Гравити Фоллс и которое, возможно, или нет, создало все эти проблемы. Мы не знаем точно, то ли необычность Гравити Фоллс привела НЛО сюда. Допустим, они прилетели на планету Земля, чтобы собрать ужасно странные виды, которые живут на этой земле. Или же они прилетели сюда, разбили здесь. До этого момента Гравипадово было полностью обычным поселением, никак не выделявшимся. А после того, как сюда упали инопланетяне, начиналась всё это хурма. На этот момент есть маленькая подсказочка. Дело в том, что в месте, где НЛО упало, были Диппер и Форд. И они заходили туда и читали всякие письмена. Так вот, фанаты перевели вот эти письмена, которые были на стене, и там было написано, что поломан двигатель вероятности. Дело в том, что двигатель вероятности это вещь, которая пришла из хичкоховского путеводителя по галактике, вроде бы так он называется. И там также есть двигатель вероятности. Извините, ребята, если какие-то имена дают неправильно суть, вы поняли. Дело в том, что этот двигатель, когда телепортирует куда-то корабль, превращает по пути корабль в разные предметы. Допустим, в огромный унитаз, или в диванчик, говорящий диванчик, да. Все люди, которые на нем, также превращаются во всякие штуки. Возможно, что данный движок после падения НЛО поломался, и теперь он воздействует на все, что находится в этом поселении. И делает здесь все таким необычным. Ведь он буквально меняет материю. И делает говорящие диваны. Может быть, как я сказал, оно работает всегда, работает на все поселение, но при этом слабее. То есть, вместо того, чтобы превратить всех людей в говорящих ананасов, он своей работой создает мутации, из-за которых появились гномы, минотавры, ну и далее по списку. Единороги, к примеру. А откуда они еще могут появиться? Загадка о том, НЛО сюда привело все это, или все, что здесь такого необычного привело сюда НЛО, эх, останется навсегда неразгаданной. Возможно, останется. Мы об этом еще поговорим, но потом. Ну и последнее, первое место. Мой любимый Рик и Морти. Да, этот мультик просто шикарен. И он, возможно, как-то связан с Гравити Фоллс. Ну, к примеру, тут, где они пробегают мимо большого количества порталов, убегая от большого количества Риков, из одного из порталов выпадают вещи, которые втянулись в Гравити Фоллс в портал. Да-да-да-да-да, вот в этой серии у Стэна предметики улетели в портал. Уи-и-и! И все, их больше не видели в этом мультике. Но! Зато они выпали в Рик и Морти, из порталов, который открылся. Это буквально те же самые предметы, а значит, между этими мирами есть какие-то пересылки связи. Ну и пати-ка во врате, какие? Это также никогда не было раскрыто и объяснено, но сам Алекс Хирш и создатель мультика Рик и Морти, они как бы друзья, бро-бро-бро, и, возможно, они решили оставить такую вот маленькую пасхалочку, которая ничего не несет для вселенных, а вот просто маленькая пасхалочка ради пасхалочки. Хотя на этот момент у меня есть теория, но о ней я расскажу когда-нибудь потом. И то, если вы попросите в комментариях, если не попросите, мех, я молчу. Ну а на этом все, дорогие друзья. Пишите свои комментарии, мнения о всей той тягомотине, которую я вам рассказал, Ну а может быть какие-то из загадок, которых я не знал и здесь сказал, вы знаете? Напишите опять же в комментариях. Ну а мы увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока-пока-пока и удачи!